Привет, народ! Шалом миряни! С вами снова Женя из Израиля. И, как видите по этому видео, я принес всякую вкусняшку. Зранее извиняюсь, я не знаю, как эту всю хрень можно назвать на русском. На иврите есть такое неинтересное слово, называется хатифим. Это типа всякие вкусняшки, это могут быть и конфетки, и туда-сюда. В данном случае у нас всякие разные чипсы и всякая разная вкусная еда, которую дают у нас в Израиле детям. Я специально открыл это все, заранее сказал, что я ничего, ни в чем не промачивал, не макивал. И слова, которые я могу вам говорить, может быть, будут по лексикону русскому не очень правильные. Но все-таки, если вы какое-то слово не поняли, спросите в комментариях, я вам отвечу. Я давно хотел снять это видео, долго думал, как я его сделаю. И в конце, в концов я понял, что лучше всего делать это на кухне, в семейной обстановке и показать вам, что не совсем стоит употреблять всю вот эту вот гадость. Я надеюсь, что кто-то из детей сейчас смотрит это видео. Нормативная лексика тут как раз классная будет. Никакого плохого страшного слова. Если вы захотите показать своим чадам, домочадцам это видео, вы можете. Значит, я вот это вот все называю мусор. И сплошной химии. Почему? Как вы знаете, нормальная еда гореть не будет. Ну, кроме водки. Водка это не еда. Как бы когда-то была еда, сегодня это просто напиток. Но мы сейчас не будем обсуждать это. Я против спиртных напитков в принципе вообще. И понимаю, что и знаю, что из них можно обойтись. И очень классно. Как я уже говорил, я не пьющий человек. Могу там на дне рождения, ну, рюмашку, вот, 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 все. Больше нет. Я хочу вам просто показать один небольшой опыт. Я специально взял свечку. Зажигалка, во всякий случай, есть. Но я не хочу ее постоянно включать, потому что будет много кликов. И звуки будут не очень приятные. Поэтому взял свечку. И на всякий случай баночка с водой. Потому что пожара дома я не хочу. Хочу просто перед вами провести эксперимент. Что все-таки мы кушаем и чем мы кормим наших детей. Дети, особенно вам. Не стоит это есть. И смотрите почему. Я беру сейчас некий известный бренд, чипс. Я не хочу говорить название специально в этой видеорекламе. Я не хочу делать никому. Я просто вам сейчас покажу то, что кушают наши дети. Вот, это чипс одной из известной фирмы. Как вы знаете, это картошка должна быть. Картошка гореть не должна. Можете провести дома эксперимент. Естественно, если смотрит нас кто-то несовершеннолетний, позвейте родителей, попросите пожарить картошку. И проведите следующий эксперимент. Увидите, что картофель обычный гореть не должен. Посмотрим, что будет с вот этой хренью. У меня простая свечка. Знаете, чтобы было видно лучше. Я ванночку поставлю сюда, а свечку поставлю поближе. Вот, никаких фокусов, ничего нет. Я просто опускаю этот чипс. Смотрите, что будет. Чуть-чуть. Опустил. Мы уже горим. Запах. Что я вам скажу. В этой компании запаха... Ой, дыб пошел. Вот. Это чипс, который мы едим. Он принимает такой страшный... Какое-то масло появляется. Начинает чуть-чуть щупить. И звук такой... И запах, знаете, не очень. Фу. Вот. Я не думаю, что этим стоит кормить нас. Особенно наших детей. В мусорку. Дальше. Есть в Израиле... Одно интересное... Вкусняшка. Называется... Не буду говорить, как называется. Не хочу. Много... Несколько компаний это делают. Но поэтому... Значит, что это такое? Это вермишель. Такая. Которая сделана в неких пассировочных сухарях. Или как это называется. В какой-то штучке. Которая... Солененькая такая. И чувствуется, что в ней много глютамата. Почему? Я возьму другую. Что я намочил. Потому что... Как только облезают, хочется съесть еще. Как это наркотик. Правильно. Тут глютамат просто, скорее всего, уйма. Я специально не говорю вот эту штучку. Я специально не говорю фирму-производителя и прочее. Потому что не хочу. Что будет с ней? Интересно. Я скажу прямо. Чипсы пробовал. Со всем остальным я не пробовал. Подносим к нашей свечке. Но... Вуаля! Штука горит. И это... Дети из Израиля, по крайней мере, покупают... Ну... Сказать тоннами это мало сказать. Покупают очень много. Запах противный. Где вы видите, что макарона горела? В макаронине обычной. Должно быть, по идее, яйцо, там, мука, вода, там, может быть, еще что-то. Но гореть оно не должно. Мусор. Есть также в Израиле. Написано на этой коробочке было специально детское. Вот. Тоже штучка, вкусняшка. Вот я эту штуку облизываю. Столь чувствуется, да? И глютаматы есть, но чуть поменьше. Я выкину специально. Вот здесь вот крестик и нолик. Вот сейчас вам похоже, чтобы было видно. Крестик и нолик. У нас это дети очень сильно обожают. Ну, давайте подпалим их обоих, посмотрим, что будет. О, видите, дым черным действует, вы видите. О, и звук. Я надеюсь, микрофон передаст. Шипение такое. Как оно шикарно горит, а? Вот, шикарно горит. Горит очень быстро. Запах, оо, ванизма. Это тоже мы выкинули. Какой кошмар. Дальше. Возьму чипс другой известной фирмы. Тоже не буду говорить название. Классические чипсы. Вот чипс. Скорее всего, вы его узнаете по форме. Я не буду ничего говорить. Такой красивый весь. Такой все чипсы, как один. Возьму вот про простенький такой чипс тоже. Израильская компания. Кстати, расскажу даже больше. Я в ГБ в России, пробовал российские производители. Не помню название. Нет, я на Украине был, извиняюсь. На Украине украинские. Да и в России тоже. Я их не палил, но украинские я палил. Там тоже такая воня была. В этих, кстати, они тоже воняют, но не так, как те. Давайте проведем эксперимент. Во. Шипит. Горит, но хуже. Но все-таки горит. Сейчас. Видите, бренд. Израильский, не всемирно известный. Он горит хуже, чем известный бренд, но он горит и шипит. Надеюсь, вы слышите этот звук. Я не хочу близко подносить, то я микрофон сплю к чертовой бабушке. Правда, красиво. Да и воняет. И масло какое-то на нем образуется, жидкость какая-то, надеюсь, вы видите. Нафиг. Дальше. Тоже израильский производитель. Есть тоже такая вкусная штучка. Причем еще раз, дети это едят. Я это ел. И дети мои это ели. Теперь мои дети это получают только по праздникам. Почему? Сейчас я вам расскажу про эксперимент над последним. Расскажу, почему и как мои дети это получают. Пробуем. Ну, горит, шипит. Вот, пожалуйста, смотрите. Можете провести этот эксперимент дома. Если вы несовершеннолетний, желательно провести этот изжог. Фу, да. Можете провести этот опыт с родителями. Сречку мы выключим. Я думаю, что уже не надо. Выключим, потушим. Мой русский язык, обещающий, не очень, скажем так, хороший. Но он с каждым годом все лучше и лучше. Мои дети сегодня едят по праздникам. Почему я иногда даю этот мусор своим детям? Потому что, первое, от него, к сожалению, не скрыться. К моему великому сожалению. У нас на любом дне рождения, у детском, всегда этого мусора завались. Что дети это нравятся. Дети это любят, чувствуются, что тут куча глютамата, усилители вкуса. Вот буквально беру чипс, это тот же самый облизнов. Ну, уже выделяется куча слюны. Хочется еще, еще, еще. Фу. Это искусственные все вкусы. Я не думаю, что вот здесь или здесь присутствует картошка. Может, какой-то какой-то процент есть, но это кошмар. Я просто не могу позволить себе с таких детей на какие-то кокон такой поставить. Не показывать им телевизор, не давать им этот мусор. Но, в принципе, каждый день это есть. Я вам не рекомендую. И вот вам наглядный эксперимент. Вот еда, которую любят наши дети. Мы взрослые, и мы им это даем. Пожалеете их. Не надо им этого говна, извиняюсь. Берегите себя. Берегите друг друга. Будут еще видео. Приятного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok